С вами Николай Соболев, и можно констатировать, с 24 февраля наша жизнь это остросюжетный боевик, и хочется верить, что это всего лишь... Ну не твоя жизнь точно, остросюжетный боевик это те, кто в Украине, вот они там это наблюдают. Шоу Трумана, что вскроется правда, все декорации окажутся фальшивыми, а все главные персонажи этой постановки, ну просто актерами, реально все, не только Владимир Зеленский. Вот что это за сценарист, что это за больной ублюдок пишет сценарий нашей жизни, объясните мне. Сначала корона, все эти ограничения, маски, перчатки, QR-коды, потом братский народ в беде, снова протесты, живы Беларусь, Лукашенко летает на вертолете, потом сажает чужой самолет, вот только за них переживали, как началось у нас. Отравление Навального, шоу на весь мир, новичок улетает в коме, прилетает, садится в изолятор, дальше суд в отделении полиции, тюрьма, протесты на улицах в России. И вот вроде уже выдохнули, да, вот какие-то ограничения начали снимать, вот разрешать въезда за границу, и вот сложно было себе представить, что мы так долго будем идти по этой неустойчивой канатной дороге, для того, чтобы наконец-то добраться до ровной земли. Но в конце кто-то обрубит тросы, и мы с вами полетим в пропасть. Обращение Путина, десятки тысяч военных, ровные линейки Рамзана Кадырова направляются декоммунизировать другой братский народ в Украину. Бомбят, тут все в шоке, там все в ахуе, доллар по 120, Зара уходит, уходит Икея. Взамен приходит Володин и говорит, что нам это все не нужно, вот есть дядя Ваня. Ну и хорошо, закрывайте, но только завтра там уже должен быть не Макдональдс, а у дяди Вани. Короче, охреневаешь полностью от этих новостей, смотришь параллельно телевизор, а там в один момент девушка выходит с плакатом прям на первом канале, где написано «нет войне». А на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность. В тот момент я подумал, что это не шоу Трумэна, это какой-то Джокер с Хоакином Фениксом, вот в какой реальности мы оказались. 2022 год. Комик, на коленках которого сидела Ксения Собчак, сейчас национальный герой Украины и президент свободного мира. Владимир Зеленский был номинирован на Нобелевскую премию мира. Кадыров, который руководит... Нееее! ...твойсками параллельно ругается с Илоном Маском в Твиттере. Рамзан Кадыров назвал Илона Маска Илоной и заочно согласился провести с ним бой. Инстаграм в России вообще заблокировали. Телеграм, который пять лет назад... По поводу Инстаграма, ну-ка сейчас проверю. Я тут перед стримом сториз туда записал, мне интересно просто, вообще оно хоть работает? Ну, такое хуета, я бы сказал. ...сели заблокировать сейчас самая надежная социальная сеть в России. Там регистрируется Дмитрий Медведев. Напоминаю, в прошлом либеральный экс-президент... Только с ВПН, но... ...от России. Который сейчас говорит что-то про смертную казнь. А именно, про то, что мораторий на нее можно снять. Знаете, сразу же вспоминается вот это вот видео. Понимаете ли вы, что, скорее всего, вас могут осудить даже на смертную казнь? Готовы ли вы ее ясно принять, как это сделал Саддам Хусейн? Володь, вы, наверное, задали самый смелый вопрос своей жизни. Четкий ответ за свои идеалы. Я, конечно, готов умереть. Партия ЛДПР также предложила вернуть смертную казнь. Я не понимаю, почему бы сразу же виселицу на площади не поставить. Вы боитесь! Короче, новости последней недели можно рассказывать вот буквально часами. Вот итоговый выпуск в этом году будет идти три года. Уверен, так и будет происходить. Но я по-прежнему с вами, я по-прежнему в России и по-прежнему констатирую, что это полный п***ц. Но зато теперь какой-то пазл выстраивается в единую картину. А, так вот почему Путин был так дружелюбен к Лукашенко. Так вот почему устранили Навального. Так вот почему так оперативно ввели войска у ДКБ в Казахстан. Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Причем парадоксально, вот весь мир про эту специальную операцию говорил долгие месяцы. И только русские, только русские все до последнего отрицали. У нас на федеральных каналах высмеивали данные западной разведки. Витя, когда в п*** они говорили? В п***, ну по расписанию 16-го говорят. Слушай, подожди, по 16-го числа? Это плохо в п*** 16-го. Почему? Так у Валиева 15-го короткая программа получается 16-го п***а, 17-го у нее произвольная программа. Получается она уже произвольно будет катать во время п***а. А теперь каждый из нас как бы к этому причастен. Хотя мы не то, что решение не принимали. Мы последние узнали, что это вообще происходит. Теперь вот новое какое-то американское издание заявляет, что нет. Мы вот переговорили со всеми аналитиками новые данные. Теперь 20-го февраля. Как на весь этот бред должен реагировать обычный человек? Все, сейчас это будет. Эти новости подаются на абсолютно серьезных щах. Ну что ж, это новый выпуск, в котором мы с вами постараемся как-то сориентироваться, что происходит в этой новой системе координат. И начнем мы сразу же после важнейшего объявления. Итак, давайте. И здесь реклама у него. Че он там опять, сука? А, телегу свою рекламировал, понятно. А что уже все, с рекламой обычно не приходят больше? Вернем и разберемся, вот что происходит, вот что происходило. Потому что вот иначе мы не сможем предсказать, ну никак. Когда закончатся и каковы последствия? Завтра. Становка сил и краткая предыстория конфликта. Для начала вот ответьте на вопрос, вот как, вот с чего рождаются вот все конфликты между людьми, между странами, геополитические конфликты. Вот в большинстве своем все сводится к одной сути. Кто-то хочет жить вот так, а кто-то хочет жить совсем по-другому. Надо сказать, что зачастую это подавалось весьма демонстративно на украинском телевидении. Украинцы сформировались как нация индивидуалистов с уважением к частной собственности. Россияне же выживали стаей. Коллектив для них все. Частная собственность – ничто. Страны хотят независимости, вот именно этого хотела и Украина. И вот показательно, что на ТВ Украины как аргумент отмечалась чуть ли не генетическая разница наших народов. Украинцы – нация терпеливая, но неприемлющая несправедливость на генетическом уровне. Украине надоело терпеть этот таежный союз, ей надоело это давление Кремля, это влияние России, этого большого брата. Не захотели. Потому что Украина не Россия. Это книжка первого президента Украины Кучмы. Название говорящее. Я бы сказал, оно буквально кричит. Мы не хотим, как у вас. Россияне – золотардынцы, которые много лет пытаются украсть нашу историю. Да, такие вот сюжеты, весь политический контекст последнего времени вряд ли располагали наши страны вот к какой-то дружбе. По сумме причин она вот ищет свою национальную идею, в том числе противопоставляя свое настоящее и будущее своему советскому прошлому. Именно на этом противопоставлении возникают самые разные конфликты, просто постоянные. Конечно, Украина для России, Украина для Путина – это такой, простите, маленький п***юк. Это младший брат, который отбился от рук, вот связался с плохой компанией. Это империя лжи. И еще и начал угрожать как-то старшему брату, типа, мы войдем в НАТО, у нас будет ядерное оружие. Просто вынуждены начать специальную военную операцию. И вот тут очень важно, друзья, не испытывать иллюзий касательно того, что Запад и Украина, вот они никак не понимали, что может произойти вследствие вот этих действий. Они не могли предсказать реакцию Путина. Нет, они прекрасно знали, что может произойти. Это, скорее всего, подтолкнет крупной военной операции России против Украины. Потому что они должны нас будут просадить. Они должны это сделать до того, как мы вступим в НАТО, чтобы мы не были интересны НАТО. С вероятностью 99,9% наша цена за вступление НАТО – это большая война с Россией. А если мы не вступим в НАТО, это поглощение России в течение 10-12 лет. Тут важно понимать еще один момент. Дело тут даже не в Путине. Дело в том, что Украине вот банально не повезло территориально. Вот они со своими амбициями независимости, вполне здоровыми, находятся в любом случае рядом вот с этой сверхдержавой. Ура! 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 С этой сверхдержавой самую крупную сухопутную границу. В таком сложнейшем геополитическом положении нужно просто, ну, понимать, что оставаться нейтральными, оставаться вот до конца независимыми ни от чего – это очень дорого и очень сложно. Нейтралитет стоит раз в 10 дороже, чем война с кем-то рядом. Поэтому мы не удержим нейтралитет, у нас не хватит ресурсов. Потому что само столкновение наших геополитических плит и логиковое противостояние общемирового вызывает к действию необходимость проведения российской военной операции против Украины в любом случае даже с… А Крим? Это уже вопросы к Соболеву. Че он, блядь, Крым не обвел? Если бы был бы не Путин, то он мало кто нас понимает. Если вы думаете, что это какой-то бред сумасшедшего, то, ну, знайте просто, что этот сумасшедший еще два года назад сказал, что спецоперация России на Украине будет через два года. И вероятность ее 99%. Когда? После 20… 21-22, самое критическое. 20-22, самое критическое. А вариант мирного урегулирования ситуации на Донбассе вы рассматриваете? Никогда. Все эти геополитические игры, вот они приводят… Хорошо, если он такой предсказатель. Пусть он тогда скажет сейчас, ну, типа, а когда все закончится и что будет дальше. Сколько нам эту хуйню терпеть еще? Неделю, две, месяц, полгода? Когда? Или два года? Когда? А, он говорил? Окей, че он сказал? А я просто, ну, как-то, Арестович, я как бы особо не слежу, только иногда там что в телеге напишут. Вот сегодня читал. Он там про НАТО говорил. Так это, да я ебать, какой Бен нахуй? Он говорит, что апрель-май максимум. Апрель-май? Да ладно, так быстро? Окей, хорошо. А что должно произойти для того, чтобы все закончилось? Каков его вердикт? Что произойдет? Россия отступит? Или же… Что? Угу. Я понял вас. Это к большим трагедиям. И очевидно, что, ну, Владимир Путин мечтал бы собрать свой такой локальный блок НАТО. Он мечтал бы вот собрать эти три единые народы. Вот Белоруссию, Украину, Россию. Как бы красиво выглядело. Ну, просто три богатыря. И, естественно, очень наивно полагать, что в эти, знаете, геополитические игры играет вот только он. Ну вот, а все остальные в эти геополитические игры, конечно, не играют, да? Да, Америка, конечно, не проводила никаких военных действий, никогда не трогала мирное население. Когда я был в твоей позиции, я рекомендовал, что мы бомбим Белгрейд. Я рекомендовал, что мы отправим американских пилотов в и бросим все брыжки на Адрина. НАТО не проводило противоречивых спецопераций, наплевав на ООН. Никогда такого не было. Какими бы ни были цели операции против Югославии, средства против них были выбраны ужасные. Конечно, Штаты никогда не использовали постановочные ролики для того, чтобы оправдать эти спецоперации. Правильно я понимаю? Внезапно появилась одна девушка. Она работала медсестрой в детской больнице в Кувейте и смогла убежать из страны. Она пришла в Конгресс США и рассказала об ужасах, которые видела. Иракские солдаты, утверждала она, ворвались в больницу, разворошили каждый ящик, разворовали все, что смогли, забрали инкубаторы, а младенцев бросали умирать на полу. Позднее оказалось, что история ложь. Та девушка никогда не работала медсестрой в больнице. Она была родственницей посла Кувейта в США. Рассказ ее был хорошо поставлен одним из американских пиар-агентств. А проплачено это все было американским правительством. Эта девушка с позволения наших властей сидела и врала нам в лицо. В чем же разница? Разница в нескольких пунктах. Во-первых, Штаты, как бы цинично это не прозвучало, всегда проводили масштабную пиар-компанию спецопераций вот по всему миру. Второй пункт. Американцы, ну, безусловно, не проводили спецоперации фактически на территории Европы, фактически сталкиваясь... То есть, если США плохие, то и России можно? Или к чему это? Да нет, мне кажется, он это рассказывает, чтобы люди не подумали, что он топит только за одну сторону, якобы там за Америку, да. Он как бы пытается показать, что, типа, вообще-то все хуёвые там, и американцы, блядь. Ну, я не думаю, что он этим пытается оправдать Россию. Вряд ли. Сейчас послушаем, посмотрим. Лбами со своим братским народом, ну, как минимум, потому что, ну, у Америки нет никаких братских народов. Зато знаете, что есть у Америки? У Америки есть большое количество, огромное, геополитических союзников. Вот, в общем-то, благодаря которым у них и получалось так свободно проводить самые разные специальные операции. Вот у России главный союзник... Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет. А, ну, есть договорённость с Китаем, вот, благодаря которому мы сейчас будем пытаться здесь выживать. Китай в этом смысле совершенно не будет поддерживать Россию, он будет её использовать. Да, ещё один ключевой момент заключается, как бы, в том, что мы не особо... К тому, что санкции выглядят лицемерными, когда США делают херню, ноль реакции, Россия делает херню. Для авангую, что к 9 маю всё кончится, и Путин объявит победу. А, да? Бля, ты что, целый апрель, что ли, сидеть? Бля, блин... Готово, у нас нет своих производств, у нас нет своих комплектующих, у нас есть дядя Ваня. Да, они будут национализированы, будут выпускать те же самые Volkswagen, но мы назовём их как-нибудь по-другому, не знаю, Буратино. У нас есть аналог YouTube, Routube, где я не смог найти даже количество просмотров. просмотров а ну еще и далее безусловно лицемеры там охуевшие эти те говно делать но а мне вообще поебать понимаете понимать ну потому что в любом случае давай она которая есть сейчас это хуёво и я это осуждаю и я не хочу чтобы это было какими бы там американцы не были лицемерами какой монетом хуни когда-то не занимались да шо какая нахуй разница нет это хуёво они охуевшие там и так далее но мне абсолютно поебать это никак не может меня переубедить в том что то что происходит сейчас типа заебись есть отшибленная пропаганда телевизора где остались вот просто одни фрики в россии хуже да я говорил что россия хуже тем не менее мы ебашим свой народ по факту который очень к нам близки и по традициям и по духу скажем так и по менталитету мы ебашим своих то есть это представь как если бы америка начала охуярить канаду потому что потому что президенту показалось бы что в канаде очень много нацистов сидит и они таки давать хуйнём блять ну и соответственно не вижу в этом ничего хорошего я куплю себе ежа или черепаху нет ни одного разный не ну в каком-то смысле естественно мы и в том числе разные но во многом и похожи многие в украине говорят на русском не просто так понимаете ну по крайней мере говорили до всех событий поэтому может быть в чем-то и разные но в чем-то мы во многом и похожи именно поэтому вы сидите здесь на моем стриме смотрите меня понимаете мой язык русский я сейчас обращаюсь к тем 20 процентов украинцев которые тут сидят вот зачем это отрицать приличного человека вот нет реально персонажа который мог бы выйти из больших экранов как-то ну почему-то русский язык запрещен в россии чего были русский язык запрещен в россии а ты украинский не понимаешь с хуя частично я его понимаю мне квартиру сдают украинцы я когда прихожу к ним платить деньги со мной вот это вот значит женщины которые мне сдают квартиру она говорит со мной но частично на русском частично на украинском она как-то говорит так что может а горит на русском но многие слова там 50 50 что-то на украинском я в принципе и понимаю вот кстати я вчера рассказывал историю но сегодня возможно многие чё чё за хуйня чё в чате пишут как злой ну тип того забавная история была вчера не ну когда не вчера несколько дней назад когда я ходил к ней короче говоря за хату платить я и рассказал что еще новую квартиру вся хуйня она мне посоветовала какую-то свою знакомую риэлторшу она говорит на суржике смесь русского украинского а ну вот она берет короче звонит это и риэлторши говорит о там ну что-то там на украинском и там частично опять же на суржике короче начинает и говорит о у меня тут хлопчик ищет квартиру вся хуйня короче говоря подожди есть какие-то варианты а хорошо я вам сейчас трубку дам ты с ним поговорить такой бля бля блять дает мне трубку я такой алло она мне в этот женщина которая там на телефоне такая а лир 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 еще там это на английском я такой а ля чё за хуйня кто звонит иди нахуй чё ты мне перебиваешь бля дура hello поговаривают кто стримит политику того хуйни стоит но это так а к слову хотел бы позвать вас Завтра поиграть Поговаривает тот, кто язык в жопе держит Мне похуй что-то поговорить Сынок, блядь, старая говна Кусок, блядь Я тебе говорю, завтра ты бы нормально объяснишь Так, историю-то я не рассказал, блядь Этот уёбок меня перебил Короче, она Начинает со мной разговаривать на английском Я ей говорю, здравствуйте Она такая, о! Можно на украинском И после этого говорит, слава Украине Я такой, блядь Чё нахуй Буквально на секунду завис Но я понимаю, что ей надо ответить Я говорю, героям слава И после этого она начинает мне на таком Чисто украинском языке Что-то говорить И очень быстро, прям так И по-украински А я вообще слова даже не понимаю Вот в этот раз, да, я нихуя вообще не понял Она мне что-то Я ей отвечаю на русском языке Пытаюсь ей там что-то тоже спросить И после этого Она начинает тоже со мной говорить на русском Вот так вот, короче, это было Короче, какая-то непонятная херня вообще Героям слава, блядь Слава Украине, блядь Пиздец Но мне чё-то показалось, что Как-то она сразу так, типа Когда начала со мной на русском говорить Когда она поняла, что я сам Тоже как бы Русскоязычный Она такая, типа, бля Таким Небольшим Совсем небольшим Возможно, мне показалось Совсем небольшим презрением Со мной разговаривать Не знаю Может быть, это мне уже показалось Я себя накрутил тогда Но Вот это вот слава Украине Конечно, меня немного в ступор ввело Так что это никакой Зачем нам мир, если в нём не будет России Все эти люди используют Достаточно примитивные такие Вот эти вот методы Для дебилизации населения Тяжело так сказать Что именно я думаю Ничего хорошего Особенно с ценами с нашими Вы не поддерживаете спецсбират? Ну я поддерживаю Это вот давно надо было сделать Почему? Не могу ответить вот именно на это Поддерживаете, но не знаете почему Да Кратко резюмирую это Хе-хе-хе, блядь Ебаные роды Поддерживаю, но не знаю почему Потому что так, блядь, сказали Нахуй делать, видимо, и всё Блок, ну, ситуация сложная И геополитические, и экономические И политические Можно сказать Вот немного проигрышная, да Такая изначально А ещё эти санкции Это, конечно, не ключевой момент И, конечно, переживём Но всё же, давайте поговорим Западные страны действительно испугались Санкции Запада Вот, замечательно Навешали на нас там Пять или шесть тысяч штук Уже Бьют без разбора Бьют очень больно Надо сказать Но Ни хрена не прицельно Потому что Ну что, обычный народ От них страдает Ура, Пукину! Нет От этих санкций Не страдает обычный народ От этих санкций Страдают Разные там Блогеры Инсел... Лыыы, блядь! Чё, только блогеры страдают, что ли? Инрелегенцы Какие-то Ньюсмейкеры Комики Очень надеюсь на то, что боевые действия закончатся Как можно скорее А обычный электорат Обычный электорат Просто в восторге Потому что Чего теперь не будет Ребят, ну он же с арказмом говорит Чего отдакайте-то В России Правильно Того, что у них никогда и не было Он нам и нахуй не нужен Интернет ваш Ребята, если кто-нибудь Когда-нибудь запретит В России благосферу В принципе Это будет Это же будет праздник Люди выйдут на площади Будут кричать Мы Победили Испугали тоже мне Нетфликс, Макдональдс И тут по факту, да Ведь большинство работяг Будут, сука, злорадствовать И радоваться О, наконец-то они на завод пойдут Пользу будут приносить Хоть какую-то Руками начнут работать Эти блогеры, блять Бездельники А хотя, подожди Уже Уже Ведь сейчас Блогеры Не зарабатывают Стримеры Я, чтобы вы понимали Вообще, нахуй Ничего не зарабатываю Уже последний месяц Ну, кроме донатов Вот Исключительно Только за счет донатов Все Больше нихуя У меня платных подписок Осталось 2800 Это вы скажете Немало Это немало Да подадите, блять Не перебивай меня, нахуй Ты че, дурак, что ли? 2800 Это, в принципе, неплохо Но В чем проблема До всей хуйни У меня их было 6000 Согласитесь Разница, пиздец 6000 и 2800 И то 2800 Это еще не предел Они так же будут падать И дальше Это сейчас 2800 Через месяц Если все так и останется Как сейчас Их будет тысяча Их будет 500 Потом вообще до нуля Упадет Реально Вместо цифр, блять Походу у меня будет Буква Z, блять Показываться Реально Вот Обидно Конечно Зарубежное кино Блять Створа журат Наркотики Санкции против среднего класса Они достигают Сбербанг умер Показывает ошибку Обратные цели То есть Не будет никаких протестных акций Народ наоборот Мобилизуется Потому что Разница между классами Наконец-то Уничтожена И вот Мы столько лет Ненавидели эту Америку Это Америка Мы никуда же не лезли Наконец-то У электората Появился Ну по-настоящему Существенный повод Вот в виде этих санкций Ах, как хочется Сказать на три буквы Знаете, это не какой-то Пустой трек Мы проводили Огромное количество Опросов на улицах Мы знаем, что говорят люди А вы, если думаете По-другому То вам нужно подумать И знаете, вот несложно догадаться Это что, батя Дрейка был? Это пустой трек Мы проводили Огромное количество Опросов на улицах Мы знаем, что говорят люди А вы, если думаете Блё Ай, Дрейк Понятно идти по-другому, то вам нужно подумать. И знаете, вот несложно догадаться было, вот как эти все люди, вот как избиратели Путина отреагируют, например, на новость про запрет Инстаграма. Вот какая же у них будет реакция? Лариса, вы знаете о том, что заблокировали Инстаграм? Да. Что думаете об этом? Думаю, нормально. Чтобы не было фейков много. Чтобы много не было фейков, надо как-то влиять. И на Фейсбук, и на Инстаграм, как бы. Недавно заблокировали Инстаграм, что вы об этом думаете? Несмертельно, переживем. А блокировка Инстаграма, это хорошо или плохо? А что плохого? Я думаю, что ничего плохого нету. Мы же как-то без него жили, проживем. Что думаете об этом? Ничего, проживем. Это хорошо или плохо? Великолепно, будем общаться по-другому, будем книги читать. Да хорошо, поменьше детей будут смотреть, всякую пошлость. Советский. Ёбаный, блядь. Не говори, блядь, это пиздец. Какой пиздец? Это вообще, я не знаю, я даже не знаю, что сказать. Не, понятное дело, что там как бы этот ёбаный Цукерберг хуйню тогда высрал, да? Ну вот. Но я же все-таки считаю, я так скажу, я все-таки считаю, что метод борьбы против подобного он, ну, неправильный. То есть бороться методом блокировки и запретов это какая-то хуйня ебаная. Ну, реально. Ну, можно же было, наверное, как-то по-другому сделать. Не знаю, ебануть какой-нибудь штраф, там, многомиллионный, там, не знаю, на доллары. На бабки тупо поставить. Если бы они этот штраф не выплатили, тогда уже заблокировать. А в случае, если бы они потом уже выплатили, например, раз блокировать, а деньги, вот эти вот миллиарды или миллионы долларов, раздать народу, блядь, работягам, заводчанам, например, и сказать, вот, смотрите, на нас фейсбук быканул, мы с них поимели, нахуй, поставили их на бабки, 10 миллионов, блядь. Вот вам эти деньги, работяги, чтобы этот фейсбук, блядь, больше не выебывался и не пиздил, нахуй. Всякую херню. Нет. А так просто взяли, заблокировали, блядь. По итогу в этих видео говорят, что, да похуй, чё, блядь, плохого-то, да? Блядь, плохого на самом деле много чего. Помимо того, что страдает средний и малый бизнес, которые жили за счёт, как раз-таки, рекламы в Инстаграме, приюты различные, например, с животными, в основном они существовали, как раз-таки, за счёт, опять-таки, блядь, ёбаный рот, за счёт Инстаграмов. Собирали деньги, там, донаты вот эти вот. Я их там целую кучу видел. Я думаю, вы тоже хоть раз, когда пользовались Инстаграмом, натыкались на какую-то там подобную рекламу, что такой-то приют или там такая-то собачка, ей нужны деньги, помогите, пожалуйста. Вот. И они, естественно, как бы за счёт этого там и существовали. Да много чего, блядь. Инстаграм это не просто место, куда люди выкладывали фотки и всё. Нет. Это, блядь, достаточно большой бизнес. Много рабочих мест по итогу вот так вот просто одним нажатием взяли и всё нахуй заблокировали. Потом опять что-то произойдёт, где-то какая-то площадка, там что-то, какая-то хуйня вылезет, как с Ютубом, например. Какая-то там реклама, говорят. Какая-то там реклама была против чего-то или там к чему-то призывали. Я, если что, эту рекламу не видел. Но, тем не менее, опять идёт речь о блокировке всей площадки. Сейчас, говорят, уже по-другому будут делать как-то там. Не знаю, как, конечно. Вот. Ну, посмотрим. Я видел рекламу. А что за реклама-то? У меня в рекомендациях одни полуголые бабы. КЗ, как с этим бороться, анонизм не помогает. Где? Где? В Инстаграме, что ли? У меня, кстати, тоже. Это факт. У меня Инстаграм выдаёт мне каких-то полуголых, полуголых женщин почему-то, блядь. Не то, чтобы я этим не интересуюсь. Но вот даже сейчас, если я зайду в Инстаграм, там одни, блядь, женщины в лифчиках. Ну, вот. А, ещё и Диппинс, блядь, начал появляться. То есть, среди всех голых девочек, вот опять, вот какая-то голая, вот тут какая-то тянка, блядь, непонятная. Опять Диппинс, вот она опять здесь. Какие-то прически, блядь. Девки, прически. Ну, короче, в основном девки. В Советском Союзе такого же не было. Их дети играли на улице, не смотрели, ничего это не смотрели, и всё нормально. Что лайкаешь, что и вылезаешь? Так я лайки ставлю только на тех, на кого я подписан. Там, ну, типа какие-то блогеры, стримеры, стримерши и так далее. На что-то ещё? Я вообще, знаете, я жадный до лайков. Я если лайк поставлю, это, ну, на самом деле, редко происходит. Только если, ну, тем, кого я хорошо знаю. Я не буду, блядь, просто так лайки всем раздавать. Реально. Я вот так считаю, что пострадать чуть-чуть можно. Это, мы как-то жили раньше без инстаграма, ничего, и сейчас... Ну, мы раньше жили и без интернета вообще нахуй. И что теперь? Давайте запретим интернет. Вернёмся в советское время, блядь. А раньше, ещё раньше, вообще нихуя не было ни телевизоров. Заберите тогда, блядь, у этих вот, дедов, батьков, которые тут ходят, заберите у них телевизор. Раньше когда-то люди без телевизора жили. Чё они, блядь, тогда начнут говорить? По-другому сразу заговорят. Как это без телевизора? А Соловьёв? А раньше без него жили. И сейчас поживёте. Сейчас так же можно спокойно. Я не знаю, может быть, молодёжка. А раньше без газет жили. Вы знаете, когда-то люди в пещерах жили, заберите у них нахуй квартиры. Чё они живут в квартирах? Идите в пещеры, блядь. Раньше-то жили в пещерах. Да пиздец, логика, но я не понимаю. Раньше? Ну, это и было раньше. Время-то другое, уже 22-й год. В современном мире живём. А они всё хотят куда-то назад вернуться. Откатить всё обратно зачем-то. Девушки в купальниках и Диппинс, а Диппинс тоже в купальнике. Да нет, к сожалению. Конечно, против. Я, например, не против. Да даже хорошо. Меньше будут дети наши заниматься-то ерундой. Все, все... Блядь, заебали. Чё они всё время говорят? Дети, дети, блядь, ерундой будут заниматься. Ты-то чем занимался, когда пиздюком был? Предполагаю, клей нюхал, по подвалам шароёбился. Водку бухал. Сам-то, блядь, чё ты, сука, делал? Книжки, что ли, читал? Ну, может быть, блядь, одну книжку-то там, я не знаю, раз в два месяца читал. Ну, понятное дело, совсем же делать-то нехуй было, потому что ни интернета, ни консолей, ни игр, ничего, понятное дело. Наверное, да, в своём возрасте, юном, ты, возможно, и читал книжки. Ну, так ты это делал, потому что делать было нехуй. Ничего не было. Ну, и шо теперь, блядь? У современных детей сейчас всё это забрать, потому что у тебя этого когда-то не было, и ты в своём ёбаном юном детстве читал книжки? Теперь давай заберём у всех детей сейчас планшеты, телефоны, потому что ты так привык. Да пошёл ты нахуй, старина! Вся эта пропаганда, вся эта гадость, в Инстаграм... Бля, говорит дед ёбаный, который телевизор смотрит, я уверен на 100%. Смотрит телек каждый ёбаный день. Пропаганда говорит. Не, я не спорю, она и в интернете есть, она везде, ебучая пропаганда, везде. Но в том числе пропагандировать можно как что-то и хорошее, и как что-то, например, хуёвое, как по телевизору сейчас пропагандируют эту агрессию, блядь, войну, операцию, прошу прощения. А можно, например, делать пропаганду против войны? Что в данном случае лучше? Как бы и то, наверное, и то хуёво, пропаганда, это, типа, плохо, блядь. Но только есть кое-что хуже, а есть кое-что лучше, блядь. Маленькие смотрят, всякая ерунду там, они показывают, правильно сделают, что закрыли. Что они смотрят, ерунду? Меня они смотрят, да? Да ты заебал стопай. А я хочу стопать. Я свободный человек. К лучшему. Государство старается для вас. Я сам, как не русский человек, это для вас старается, для будущего, да. Как это? Чего нахуй? Нам поможет в будущем. Что хорошего в Инстаграм вам дал? Вы хотите? Ай, блядь. Никакого прогресса, ребят. Зачем какой-то прогресс вообще нужен? Инстаграмы эти ваши, блядь. Каком быть ихним, западным? Ихним. Подожди, что, 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 что? Старается для вас. Я сам, как не русский человек, это для вас старается, для будущего, да. Как это нам поможет в будущем? Что хорошего в Инстаграм вам дал? Вы хотите рабом быть ихним, западным? Зайдешь, он смотрит, там матерятся, и всякое, и голых показывают, и все. То есть русские... Господи. Люди не выкладывают голые фотографии. Конечно нет, это все идет пропаганда оттуда. Не показывайте этому мужику в кепке, блядь, твич и раздел, там, не знаю, с этими бассейнами, где эти стримерши наши прекрасные, красивые, сидят полуголые. И не показывайте ему реальный Инстаграм странички наших русских девочек. Инстаблогерш. Инстасамок. И так далее. Он же охуеет. А если он вон лифанс зайдет? А, блядь, он сейчас уже туда не зайдет тоже. Ну и, короче, вы поняли о чем я. Блядь, зачем я это говорю? И так все все понимают. Запада. Надо что, против Путина выйти? Все, что он делает, он делает все правильно. Все делает для нас, для русских, для россиян. Все это было продумано уже много-много, 30 лет назад, чтобы нас просто задавить русских. Кто хотел нас задавить? Как? Весь Запад. Всегда. Блядь. Самое стрёмное это то, что вот скажете, да, блядь, он взял вот этот вот товарищ в белой куртке и показал лишь только тех людей, которые было выгодно показать, да, которые только вот имеют такую позицию. А возможно, так-то оно и есть, да. Он не показал адекватных людей, окей. Но, прошу заметить, вот этот опрос, он был снят в один день в одном нахуй месте. За, я уверен, достаточно короткое время. И здесь уже сколько? Четыре человека ему попались в одном нахуй месте за один день. Это уже дохуя, это уже проблема, блядь. Когда это было? У нашего народа, вот стоит понимать, вот ценности, ну, реально немного другие. Да нам, в принципе, реально... Ну, ты же понимаешь, что все те, которым сейчас 50-60 лет, у них в СССР было детство, юношество. У них тогда не было никаких забот, точно так же, как и у современных детей. Они хотят вернуть совок только потому, что там было дешевое мороженое, люди были добрее и трава зеленее. А сейчас современный капиталистический мир, в котором надо вертеться, крутиться, и они, видимо, до сих пор к этому не привыкли. Если бы это было так, но проблема лишь только в том, что им телевизор промыл мозг тем, что Запад это плохо и Запад это, блядь, наш враг. Ладно бы, если ими движело только чувство какой-то ностальгии по Советскому Союзу и по ебаному мороженому. Вот. Вкусно мороженое сейчас, если постараться, можно найти. Но проблема тут в другом, что это ебаные зомби, это реально, ну, сука, зомбаки. Ну, реально зомбаки. То есть это уже потерянные люди, их обратно уже не вернусь. Их ничем не вразумить, только если голодом, например. То есть когда у них реально настолько все хуево будет, что у них закончатся не только деньги, но и еда, и они начнут голодать, может быть, тогда они проснутся. Типа, а, блядь, а что происходит? А я хочу кушать. А кто виноват в том, что у меня нет еды? Где хлеб? А нет хлеба. А кто? Ну, скорее всего, они опять начнут пиздеть на Запад. Что это Запад у нас все украл? А то, что у Путина там, блядь, дворцы за миллиарды. Ох. Это все фейк. Навальный все придумал. Плевать на эту красивую жизнь, да плевать на эти санкции, мы только крепче станем. Скажите, на вас как-то повлияли санкции? Нет, на меня никак, никак. И не повлияют? Нет, никак. На вас как-то влияют санкции? Нет. На вас как-то повлияли? Нет. Нет. Да не, ну по факту, наверное, и правда. А что им надо от жизни? Какая у них жизнь? Телефоны им нахуй не нужны. Интернет им нахуй не нужны. Социальные сети им нахуй не нужны. Им даже нахуй не нужны эти Макдональдсы, Икеи и так далее. Их жизнь это проснуться утром, сходить на работку, на заводик, потом с завода забежать в пятерочку, купить там самых банальных продуктов. Речка, не знаю, курочка, хлеб. Пока что это же еще есть, это же пока что существует. Может быть пивасик, пиван до полу, водочку там и все. И так каждый день. Поэтому, конечно, да, своя водка-то у нас есть, она никуда не пропадет. Своё пиво, хоть и гнилое, говно, блядь, но оно есть. Явно будет. Несмотря на санкции. Как и гречка, так и хлеб, так и курочка. Поэтому, ну да, и чё? Или введенные санкции? Ничего такого. В магазинах все нормально, все прекрасно. В стране нашей все прекрасно, все замечательно. Так, я думаю, вот приживем. Недаром нас все время готовили к определенному моменту. Я думаю, вот этот момент настал. Никак... Когда Россия в удовольствии не жила. Вот так, чтобы расслабленная, как в Америке, то есть, как бы вот, знаешь, это как в Европе, не жила. Ну да, у нас в Америке чил полнейший, блядь. Люди тут, блядь, с деревьев в доллары рвут. Чтоб вы понимали. Реально, сейчас лето начнется, тут пиздец. Вот. Чё ты несешь, долбоюб, совсем ебанулся в своей Америке? Я так надеюсь, это... Я надеюсь, это РОФ. Хесус, война закончится тем, что Путин выведет войска с Украины, найдя новый конфликт под предлогом того, что они еще вернутся. Наверное, готовили к этому моменту. Ну, готовили. Вот этот чувак, походу, плохо подготовился. Вон, бомж, блядь, сидит. Момент настал, мы его проживем. Ваша жизнь после введения санкций как-то изменилась? Нет, вообще ничего. Чуть-чуть немножко что-то подорожало, ну и что? На самом деле, все это не смертель. Ха-ха, чуть-чуть. Я, не знаю, ну, типа, видел, как цены выросли на технику. Ну, им, опять же, им похуй, им эта техника не нужна. Айфоны, макбуки не нужны. Консоли, телевизоры не нужны. Телек у них и так уже есть. А что она сказала, блядь? Готовили к этому моменту. Этот момент настал, мы его проживем. Ваша жизнь после введения санкций как-то изменилась? Нет, вообще ничего. Чуть-чуть немножко что-то подорожало, ну и что? Ну и что? Да, да, ничего. Ну, как чуть-чуть, потому что два раза все выросли вот эти цены. По крайней мере, из того, что я уже увидел в Яндекс.Маркете. Вот. Даже банально самые дешевые телефоны, блядь, теперь уже стоят совсем не дешево. И что, Видеокарты за полмульта. Да им похуй, зачем? Они даже не знают, что такое видеокарта. На самом деле все это не смертельно. О чем переживать-то? Хорошо, что... А-а-а! Я понял. По какому принципу они живут? Если не смертельно, то все заебись. То есть у них будет все плохо, когда они, ну, все, смерть. Так а смерти это уже все. Это конец. Уже поздно будет. Блядь, это пиздец. Ой, не смертельно, да и хуй бы с ним. Так а если ты помрешь, то потом уже все, блядь, что ты сделаешь, уже ничего. Я в ахуй блядь, просто такой лук. Блядь. Смотри, я я я злой я я злой по касается еды а что нет в магазине еды пока еще есть но уже меньше но и что меньше будем есть не помрём не помрём дает макдональдс уходи и больше не приходи о том выполнить стали проживем конечно макдональдс заблокировали хрен с ним да и с ним подумаешь рабочие места там люди блять студент которые там работали 1000 может десятки тысячи рабочих мест моя хата с краю до эпоху как говорится кей вообще там только дерьмо продавалась одну там с дану тёди шманская было про да а ты шо богатая да хуя ну иди щас блять купися диван за 100 тысяч рублей вот вот просто элементарно пройдет вот не какой-то период небольшой времени и все будет опять все так же будете будет нормально они сами макдональдс кстати на фоне же сами же запад страдает и они обратно к нам все прибегут потому что они будут не ищи они мы на вас как-то запад страдает в том числе естественно да по факту реально все эти компании также теряют доход и возможно они правда вернуться спустя какое-то время когда все от хуйня закончится они же все временно ушли но мы не знаем просто насколько это все продлится и как но как-то долго все ильяна думаю что люди полнеют только от мака хватает домашней жареной картошки на масле к примеру да ты посмотри у них у всех пузико влияли я не скажу что они дохуя худые у кого это просто сейчас проводят введенные санкции не нет в это вопрос времени я думаю это все к лучшему во-первых государство открывает больше привилегия для вас для для вашего народа а вы это не понимаете мало даже это не понимает добавляла все-таки все тупые вля человека где диване откроют вместо макдака вот заживем вообще кайф мы как раз таки встанем на ноги постепенно нам обязательно эти бренды а мы их покупали что ли нас будет именно китай помогать нам снабжать все так же будет только будет идти да да надеюсь и через китай мы обыкновенные люди вот я считаю что мы от эти от это одежды брендовые в первую очередь и себе беспокоиться они о россии блять сколько не пострадают они пострадают сами а почему они пострадают а потому что им некуда будет покупают то кто основном меня взять интересно где накупил эту шубу и шапку в каком магазине не уж не уж то в каком-то русском народном в березку сходила какой-нибудь я не знаю блять этот донат скорее всего не дойдет до эфира но ты просто пустоголовый кретин а который смотрит видосы из америки рассуждать а откуда мне надо смотреть у нас рать на все данный исходить типичная монетизация по факту разъебал я вообще похуй чел дэд рофл я думаю ну или это такой же дурачок от у которых тут спрашивают подобные вещи типа если я в америке я теперь не имею права говорить что-то что происходит сейчас ну например в россии а почему я все-таки хоть и в америке но я остаюсь русским я как был русский я так и остался русским блять я не стал американцам пока что вот так соответственно какие претензии ко мне ну и шо мне теперь блять специально возвращаться в россию для того чтобы что-то говорить я не понимаю плюс бан да зашел за то что я русский и охуели спасибо за 101 рубль плюс бан за шо блять бан хисус слышал байди назвал путина воином преступником не лицемерно ли это звучит от человека который говорил что бомбить белград было его идея она не спасибо за 2 евро да блять ты вот дальше то что ну типа лицемер плохой человек байден другие там политики да не все такие блять все политики говно ебанно спасибо тебе за 2 евро русские покупали эти бренды дорогие нам обязательно эти бренды а мы их покупали что ли кто в основном русские покупали эти бренды дорогие они должны сейчас наши победить к этому дело и идет и чтобы просто запад нос свой туда не совал просто вот и все правильно сделали надо было вот эти все точки миллиарды соединенных штатов кладывали точечно их уничтожили я считаю что надо было уничтожить и не пускать их на нашу территорию однозначно и мы их опередили мы правильно сделали россии конечно сильнее россии сильнее в два раза америка не за счет других они же не воюют сами за счет других влазит поэтому мы сплачиваемся вот эта база пиздец вокруг своего правительства это я даже знаю каких стримеров смотрит этот мужик потому что один в один слышал такой же абсолютно она говорит что мы встанем на ноги и сами справимся и тут же говорит что нам китай помогать будет ебнутая дура я работаю войти мне жалко смотреть на то как страдает моя отрасль по процессорам и железу ты русский в другой сфере мнения и инфополя ты можешь судить по видео и не более тебя тут нет вопроса и чё дальше я не понял по каким нахуй видео еще я теперь не могу ничего говорить что ли или чё я я чё-то не понял какую-то хуйню ты выстрел ну ты войти например работаешь так тоже завали ебальник чё ты сидишь то блять вот сиди и рассказывай про айти про процессоры и железо тогда и несуя нахуй сюда чё ты тогда вылез то своим донате чё ты мне тут втираешь блять пытаешься что-то доказать так ты получается ни в чем не разбираешься кроме железа только и нахуй со своим железом отсюда получается по твоей-то логике это так должно работать было всегда россия сильная мы победим нам ничего не страшно а кто сильнее россии или америка россия чем всем народом правдой россии сильнее ебать ты уже хочешь всех чел просто написал что его сфера страдает а тебе в америке норм относительно жителей рф с хуя ли мне норм то что его сфера страдает это понимает каждый адекватный человек который следит за тем что сейчас происходит просто чел мне написал с претензий якобы я не имею теперь права ничего говорить или что и полюбить поэтому я вы нахуй послал пришел хуй унесет еще мне что-то предъявляет так я чё-то прослушал в чате начали писать это было всегда россия сильная мы победим нам ничего не страшно а кто сильнее россии или америка россия чем всем народом правдой ращ у меня больше всего горит от того что они все говорят что проживем сука когда жизни жизнью наслаждаться отдыхать заняться собой да они уже привыкли не жить а выживать наверное я так скажу у них не жизнь а как будто в бесконечная война какая-то которая видимо не проходит еще со второй мировой не жизнь а выживание от зарплаты к зарплате бы не не живем а типа ну выживаем соответственно не живем а прорвемся блять потерпим че сильнее в чем во всем даже в патриотизме мы всегда душевно сильнее и духовно сильнее в чем сила правде чем сила в правде в чем пересмотрели брата 2 что ли а там же кстати говоря вроде брат 2 в кино снова показывали в россии не так давно нахуй правда господи не но может быть каком-то смысле правде тоже сила но где они в россии слышали правду сила в правде правде в добродушие сила и честности естественно как нам брать эти мы завоевывать и все города добродушие бля да мы нахуй завоевываем города с добродуши наверное сгорел очко когда стал в политике разбираться вчера и же просто пустогловая болтушка просто ты у нас нахуя крутой айти специалист по голову и мнение ты хоть в чем-то разбираешься конечно разбираюсь конечно же разбираюсь политики разбираюсь братан я так лишь по факту разъебал но очко горит в первую очередь у тебя потому что ты пришел на мой стрим и ты начал мне донатить с предъявами потому что услышал что я говорю у тебя сгорела твою вонючая очко потому что как обычно мое мнение не совпадает с твоим мнением ну и как это обычно происходит я не знаю какой у тебя там какая у тебя позиция но я уверен у тебя позиция долбоеба и ты у нас войти сфере работаешь но видно дохуя разбираешься в политике раз ты мне за это предъявляешь значит и у нас дохуя политик но я уверен ты ничего по факту сказать ты не сможешь объяснить мне правильную вот эту точку зрения если ты считаешь что я плохой политик объясни мне тогда правду раскрой мне глаза ряду ты рубля не стоишь это сообщение не тебе а твоя аудитория и заблудившихся душ ты уехал потому что ты лох и тебя здесь загнобит от пиздят и изнасилует тебе понравится но у них ой бля вот из петербурга а мне всегда казалось что как бы не в обиду но к сожалению это все таки наверное факт из россии уезжают как раз таки умные люди потому что умные люди с мозгом понимаете они востребованы востребованы на западе в америке в европе они уезжают туда чтобы зарабатывать хорошие деньги потому что им будут там эти хорошие деньги платить если они хорошие специалисты в какой-то сфере программисты разработчики и так далее но ты какую-то хуйню выстираешь ты уехал значит и лох ебать да не каждый лох в принципе может даже из квартиры блять выбраться куда-то сходить а тут человек который приехал не то чтобы в другую страну на другой континент кто из нас лох еще надо подумать я тебе даже так скажу я бы с удовольствием никуда не уезжал мне очень нравилось в россии но по-крайней мере в москве охуен москва охуенный город и я бы хотел там жить дальше понимаешь то есть у меня не было такого чтобы бля фу нахуй это россия бля хочу уехать бля съебусь ни в коем случае если сейчас путин уйдет заберется всех своих друзей этих ёбаных и власть в россии поменяется я вернусь обратно но я в этом очень сильно сомневаюсь что это произойдет к сожалению вряд ли это будет поэтому я не знаю вот эти все донатеры блять кричит в не предъявляет в иначе я вообще стороне вы кого защищаете вы еще вообще шли долбоеба но это блять явно неадекватные люди и эти люди как обычно начинают вот эту вот всю хуйню отпиздят тебя посадят блять на бутылочку бы тебя не помешало посадить просто за какое-то свое мнение даже эти люди уже привыкли в принципе что в россии за мнение какое-то альтернативное оппозиционное тебя надо пиздить или сажать в тюрьму то есть они этим уже не то чтобы они гордятся и для них это стало уже нормой как будто так уже и должно быть я вообще все бросает все технику американскую все бросает бегут кому верить им или нам нам конечно верить у нас все правда все правда мы им помогаем конечно как вы относитесь к применению ядерного оружия по вражеским странам я не против я против того что диктует америка по всего миру я вообще мое мнение был бы согласен там собраться со странами которую они ввели войну и уничтожить эту америку если то зашло применять его по врагам россии это нормально я же говорю в пиковой ситуации без россии мир не нужен богом дано когда умрет тогда умрем я не знаю как это комментировать в очередной раз вот очередной опрос который лично меня во многом по частям шокировал я хочу сказать только одно меня блевать тянет от этих бесконечных противопоставлений мол посмотрите как у них а вот у нас не так или вот посмотрите как у нас а вот у них не так мне кажется все это должно стать каким-то пережитком прошлого я возможно какую-то инфантильную вещь скажу но мне вот 28 лет я по-прежнему хочу во что-то верить я хочу верить что мир отойдет от это черно-белый призма от этих постоянных размышлений категориями свои чужие потому что наша цивилизация ну просто но обязана развиваться синергично мы мы можем этого достигнуть мы можем приложить совместные усилия для того чтобы не отдельную страну а весь гребаный мир сделать лучше я верю что это когда-то произойдет наука говорит что нет человека отличающегося от нас настолько чтобы его убийство не считалось убийством человека мы все люди и так что происходит сейчас за последние десятилетия наши страны наша дипломатия не только не смогла договориться друг с другом мы теперь еще и ну поругались наверное на десятилетия вперед людям в россии будет жить тяжко поэтому готовьтесь ребята переживать не смертельно переживем что думаете об этом ничего проживем ну вот опять не смертельно не смертельно проживем вот последствия да а люди даже не думают вот эти вот старики они же не думают о последствиях это похуй они же сидят в россии там будь сидеть они не путешествуют по миру и они же не понимают что он вот сейчас реально к русским будут относиться хуже во многих странах эпоху община это они дай бог из дома выйдут хотя бы пару раз в неделю в магазин в украине я вообще молчу я не представляю себе что переживают мирные люди украины которые тоже не принимали никакого участия в геополитических конфликтах и оказались ну вот в настолько трагичной ситуации друзья этот выпуск он снят с большой долей веры я верю что наши страны договорятся я очень надеюсь что это произойдет в ближайшие две недели месяц но я не знаю максимум полтора месяца есть положительные сдвиги также я бы не стал сомневаться что россия переживет эти санкции ближайшее время вряд ли стоит ждать и каких-то серьезных перестановок а сами люди сами граждане мы видим этой запросов мы видим это из социальных опросов на улице они уже потуже затянули свои пояса это обозначает буквально следующее вот друзья вот кто остался в россии у нас есть уникальная возможность перестать быть гибридным режимом или какой-то иллюзии демократии и стать полноценным авторитарным режимом это произойдет за счет изоляция от запада это империя лыжи и следствие вот этого быстрого сближения интеграции с китаем вот более того уровень внутренних репрессий будет только повышаться потому что как мы знаем во времена любого экономического кризиса ничего больше не отвлекает от бедности и от пустого холодильника чем как война до поиск каких-то новых внешних или внутренних врагов мыслим по своему арабскому сознанию этим внутренним врагом гипотетически теоретически может оказаться каждый человек из вас будьте аккуратны следите за развитием событий обязательно подпишитесь на мой телеграмм потому что я заебал на мой телеграмм лучше подпишитесь ребят на мой телеграмм телеграмм бля ссылка в чате подпишитесь пожалуйста ну пожалуйста ценно даю информацию о том что происходит найди ты на я не знаю почему я не знаю почему я не знаю почему чип